доброго времени суток дорогие друзья с вами соберен продолжаем играть в star wars the old republic за джидай консулара и мы прибыли в прошлой серии на tatooine и в этой серии мы будем проходить эту замечательную планету самую мою любимую планету я вам расскажу почему но пока что полетели к планете как видите tatooine 2 светила красиво конечно красиво обалденная планета обалденно вы сейчас поймете почему я не знаю в принципе планета ну как вам сказать достаточно базовая то есть построек мало огромное открытое пространство ничего нет то есть просто ну пустыне просто пустыне но это пустыня настолько красиво сделано я не знаю она она прям завораживает вот честно не знаю почему но мне на tatooine всегда приятно есть еще другая планета ход знаете тоже наверно эту планету если знакомы со вселенной звездных войн это другая планета это большая ледяная планета то есть если здесь жарко и пустынно то находите холодно и пустынно то есть это две противоположные планеты друг другу и между прочим неотъемлемо связаны друг с другом опять же а знаете почему все просто очень очень давным-давно но если бы играли в раз за разные здесь классы вам бы эта история открылась джедай консулара она по моему не особо открывается если честно в общем смысл какой есть древнейшая раса ракката то есть она она существовала много-много тысячи лет назад в этой вселенной где происходят события звездных войн и а вот видите мы сейчас в городе отчер хэд что такое городочек да стыдно ищем сделано это хорошо не все это всегда хорошо давайте этих засранцев еще дальше отправим сказать занимаются исследованиями и так о чем это я ну да вот город вот она планета наслаждайтесь обзор так вот эта древняя цивилизация когда-то татуин было цветущей зеленой планеты также как и ход в принципе но это древняя раса решила использовать и протестировать на этих планетах свое новое изобретение новое оружие доступные и это оружие превратила татуин в безжизненную пустыню охот в один замерзший ледник огромный такой круг то есть разные режимы это были оружие и вот собственно что стало с этим планетами но жизнь на них продолжается существа выжили люди выжили и пытаются приспособиться ну давайте начнем наше путешествие по планете нам нужно двигаться в эту зону что же взяли спидер и полетели расстояние здесь огромный как видите открытая карта открытое пространство и вот мы летим то есть ну пустыне ничего нету блин ну посмотрите на самом деле вот это пустыня очень красиво сделано джан тлент поставите на паузу почитаете это зона вот эти сэнд кроллер и джавы которые на них перемещаются на черхает остался позади он даже скрылся уже невидимого в этой жаре в этом зною тот шарик видите летает на нем можно будет полетать если вы захотите достать холокрон который повышает вам обилки в одной из первых серий мы говорили о нем и так мы прибыли в одно из поселений это древает аутпост и в вот мы открыли его зону то есть эти люди живут в таких домиках вниз как правило под песок взрываются там по прохладе то есть все в принципе ничего на этой планете нету пустыня ведь смотрим вдаль и нихрена там нет но я не знаю почему мне так нравится эта планета но такая красивая честное слово просто обалденная обалденная так нам нужно войти вот сюда что же давайте зайдем тиранты чёртовы тиранты что не возомнили о себе человек который заболел он явно явно выглядит хорошо делка расслабься хватит злиться и не шуми я шумлю столько сколько хочу эй джедай ты друг мастера эриса может быть ты уберешь отсюда дарт сестру знаете как дарт вейдер так далее звание темных сетков вот он назвал как дарт сестра и так ты должно быть ровен дэлк да мастер эрис это причина почему пришел поговорить с ним вы можете поговорить вместе но не оба но не обманывайся он не может никуда идти у него песчаная лихорадка знаешь человек 20 лет провел в пустыне надышался песка и теперь не может принимать решение сам за себя что ли чё за дела вообще подумаешь ночью у него в легких видим много много песка да итак что ты хотел узнать о мастере эрисе я ищу его мне нужно с ним поговорить мне нужно найти его как можно быстрее да что такое вот мы рассказали что чума джедаев извини но я не верю в это может быть какие-то мастера и болеют но явно не мастер эрис он самый светлый человек которого я когда-либо встречал да так и есть эти мастера джедаев лучшие из ордена именно это делали чему ужасный послушай когда я его оставила был в пустыне с раздраженными маленькими джава я на самом теле удивляюсь как они могут жить в пустыне так долго с ними ничего не происходит кто такие джава маленькие такие человечки чуть чужие человечки занимаются починкой дроидов продают их но недостаточно дружелюбные у них главная фишечка только то что у них есть собственность они хотят ее продать так в общем сестра ему сказала что чувак успокойся так ладно отправляемся видимо нам нужно поговорить с джавами тег телек он сказал нам лететь к тег телеку с ним поговорить воспользуемся нашим помрачительно красивым спидором и по пустыне татуина полетим куда мы кстати полетим вперед по моему наверх да нам нужно сюда лететь ехать двигаться ну да загружаться сейчас пока что не будем очень посмотрите на эту красоту пустоты не знаю вот честно господа не знаю почему нравится чем-то она не притягивает может как раз вот этими открытыми пространствами то что здесь нет коридоров не надо там право-лево-вверх не спрыгать постоянно едешь куда хочешь на все четыре стороны огромная карта на вся вот открыт это вся большая пустыня просто езжай езжай и все светите живость какая-то даже летает так ну давайте не надо согрался бежит за мной уезжаем так нам еще далеко туда прилично видимо нам вот до этого джава кроллера надо ехать видимо там это будет маленький джава который знаете тёго-тёго такие чувачки разговаривают смешно видим с ними нас здесь будет поговорить красивый класс обожаю эту планету очень хочу чтобы разработчики сделали какой-нибудь рейд связаны с татуин именно рейд что можно было пойти из-за заморачиваться себе шмотки так какой левел здесь нужно и анализ с 90 и охренеть мы только 43 так ребята работайте 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 вкачиваетесь давайте 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 максимально вкачать на две минуты я вас быстрее доведу хотя бы на следующий планете на альдорайм чтобы не пропускать эту халяву так военные дроиды напали на джава что ли вот the fuck так джава вы где тут чувствую вот черт дроги на нас напали есть отлично все разобрались все готов так не знакомец уничтожил дроидов ура 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 ты зачем пришел делать проблемы создавать проблемы другой джедай тоже создавал проблемы для джава уходи джава называют его создателем войны вармейкер он сказал нам бла-бла-бла-бла не успеваем читать так значит вармейкер ушел джавы теперь создают военные машины но не сэндкроллеры а нету сэндкроллеров нету торговли джавы не смогут выжить значит они дроби хотят делать почему мастер эрис приказал вам строить военные машины джава не знают военный мастер джедаи приказал так потом он ушел и все стало гораздо хуже чем было до него нет больше сэндкроллеров этих песчаных ползучих машин теперь есть только военные дроиды он оставил послание покажи мне это послание до джавы дадут послание джедая но сможет другой джедай помочь джава мы ну и нам нужно сэндкроллера чтобы торговать а торговлю нужно чтобы выжить если бы другой джедай был здесь помог нам достать запчасти от людей жуков джавы сами слабенькие мы не можем что ж заключим сделку я помогу тебе если я помогу тебе за найти запчасти поможет ли ты мне найти вармейкера да 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 конечно хорошо помоги джавы мы поможем тебе это справедливая торговля принеси нам запчасти и мы дадим тебе то что ты хочешь извините ребят я часть диалогов пропускаю ну очень тяжело переводить к только только читаешь а потом пропадает отдел когда он говорит и ты слышишь речь и успеваешь запомнить что тебе сказали другое дело когда приходится только быстренько читать в голове это все переводится листа очень главная суть в этом разговоре было передано мной вам ура так хорошо давайте начнем нужно собрать запчасти для производства сэнд кроллеров опять здоровы такие машины запчасти у нас находится где-то здесь так вот она миссия люди жуки геонозия до в эпизоде третьем вы их могли видеть star wars так вот здесь видимо лежат запчасти в этих сэндвичках собираем мили скач так давайте опыт завязать тоже у нас он кончился это очень важно быстрее опыться будем так возвращайтесь к тикт лягу хорошо возвращаемся минимум войны максимум сбора так что то мы вы знаете от играющих за свои максимальных прокачанных персонажей конечно чувствуется что эта машина ездит гораздо медленнее даже непривычно так ну что ж за послание то нам оставил мастер джедаи принес запчасти да помоги джавам построить заново сэнд кроллера и так и договорились дали послание и ты получишь свои запчасти гуд 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 хорошо 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 джедаи это настоящие друзья джавы вот тебе послание так а вот тебе послание еще подарок от джава плащ джава джедаи теперь джава вот привилегия спасибо джавы благодарят тебя джедаи теперь почини пожалуйста сэнд кроллеры величия и починь вот на плащ джава дали ни к чему не обязывает вот он давайте мы его оденем вот он плащ джава просто коричневатая одежонка ну все равно приятно такой имели подарочек так давайте-ка мы цвет наш проведем в порядок а по все покрасились быстренько так ну что ребята работают в усиленном режиме нам нужно на самом деле оранжевая миссия их уже нету здесь да ну ладно давайте приходите хотя бы утром на желтый качаетесь ребята качаетесь так нам нужно вернуться о ее иначе на флот не улетел нам нужно вернуться к этому рову нутелку и показать послание поговорить и сейчас мы узнаем где он тут вот сестры нету я уже смотрю а привет джедаи они разрешили бы ходить по клинике скоро они разрешат мне переходить улицу самому ну что ты нашел мастера эриса он оставил послание для тебя что это послание от мастера эриса я знаю этот код что же я быстренько его взломаю сейчас держи что хочешь посмотреть что хочешь сказать нам надеюсь ты теперь понимаешь что я оставил этих джава прислалить более ценную цель я пришел на татуин чтобы открыть секрет жизни но не его создание но великая тьма идет ровно и чтобы знать и чтобы противостоять этой тьме мы должны знать ответ на вопрос блин на какую просто и опять тьма идет эта фраза знакома мастер эрис когда-нибудь говорил об тьме нет ни мне нет здесь есть еще кое-что может быть он абсурдит объяснит это я верю что джавы это цивилизация которая смогла приспособиться к наиболее жестоким условиям окружающей среды татуини среди моей дневной медитации среди колонн я увидел у меня было видение у меня было видение что джавы это не те не тот народ на котором я должен средоточиться должен средоточиться на истинных войнах татуина той цивилизации которая изначально жила на этой планете я использую их чтобы противостоять тьме эти люди о чем он говорит ты хочешь найти ну что ж я знаю те мастеры медитировал где у него было это видение это было в одной пещере я думаю тебе стоит отправиться туда тоже джеда и ты можешь делать то же самое да стоит ну конечно видение не работал так я однозначно должен пойти туда и посмотреть что там происходит что ж будь аккуратен там говорят что песчаные люди частенько грабят или убивают визитеров и так 27 лево у нас это очень хорошо потому что теперь мы можем вот это обрыв а обилку выбрать presence of mind что она вам даст это потрясающая белка она позволит вам накапливать 300 к то есть когда вы будете кастовать телеканетиков вот эту вот на белочку вас будет стакать 300 к когда будет 300 к на вас со стакана 300 к со стакана вообще неважно вы сможете мгновенно без каста используют либо mind crash либо disturbance причем то есть мгновенно ими выстрелить сможете причем значит и disturbance или mind crash да они не просто мгновенно активируется они еще на 35 процентов дэмоджи нанесут больше то есть это белка и вот это это потрясающий билд потрясающий билд и наверное самая легкая ротация которая есть в игре для фарма вообще чего только хотите такие вот дела господа такие вот дела так ну что куда нам наверно сюда нужно ехать судя по дороге как она идет да наверное возможно через этот каньончик так ребят там скрафт или что-то давайте дальше на две минуты давайте этого нашего на 3 так едем сюда здесь кстати по моему по моему городок есть который можно активировать здесь можно да посмотрим так вот это героик это я точно знаю здесь вот рядышком делается такой достаточно сложный начального так а вы знаете что-то по-моему нет таких тут нету вещей что можно было активировать терминал защитки дальше наверное ошибся вот здесь да 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 точно вот здесь так мы сейчас активируем спидор соответственно терминальчик так и я так полагаю что возможно нам нужно по каньону эти здесь можно слева проехать справа сверху либо дальше вот прямо по каньону мы поедем наверно по каньону я могу ошибиться чуть не кажется что внизу должен быть проход пещера сайте красиво да классно сделано вообще красота так вот они sent people и блин причем они все элитки желтенькие и все на большинство да точно я был прав вход здесь дальше пещера на ту сторону можно ту сторону кстати на стоит в другую локацию идет может по пещере пойти можно сверху пройти то есть несколько проходов блин и все некрасивно тут каньон ну блин разве не круто сделано на самом деле круто очень круто дизайн потрясающе что разберемся с этими песчаными людьми с и полы ух ни хрена си вот это сэн пипу вот обратите внимание видеть 300 к сейчас я дистерпенс который по идее мы должны кастовать несколько секунд бам мгновенно к странам просто нажала сразу к стану стреляя стреляю все 300 пути набралось опять бам мгновенно почему так все достаточно просто кайзенфэс миссию выполнил отлично она просто по три очка по моему приносит желтая 2 оранжевая 3 зеленая одну очку серые очки не приносит так cedrox так нам вернулся вот кстати желаемого поднимали две штуки а белки я помню и в прошлой серии не в этой сейчас мы поправим давайте вызовем от вынесаться так новых обилок в сейджи нету общей а белки от телеканатик фроу повышенного рода тем более ужас 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 какой так миссия зажечь три факела на сжечь сейчас вот смотрите дотку нажимаю хоба на мгновенно к становись и дате то и а потом гаянам дистербатся все вот она ротация по сути хоп 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 ты зараза да тут повеси далее опять хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп и бестерба сам херакс в том еще камешком херакс еще откинули херакс youtube все просто так давайте бонус доделаем что тут двоих осталось убить еще один значит троих ликвидируем все бонус готов так давайте зажгем три факела цепи какие-то символика так вот теперь зажечь прочитать что тут и как тут то символика песчаных людей на свете вы начинаете различать различные надписи на камни и он говорит что произошло ужасное событие татуин о я ошибся я вас обманул как раз в канцуларской истории вы это и узнаете что планета татуин была превращена в песок некогда процветающая планета была обращена в песок значит на третьем камне там изображены военные сцены битвы и так далее а 4 это показывает что в пустыне стали править королей джедаи ну что сработало ты увидел видение мастера эриза ну да у мастера эриза не было видео то что он видел не было какой-то мистическим каким-то мистическим видением это просто были надписи на камнях да что они показали ну что же давай я позволю объяснить это тебе что ж песчаные люди самая древняя группа на татуине культурам татуини да интересно ну я даже не могу поверить то что мастер эрис решил работать именно с песчаными людьми они враждебны по крайней мере джава умеют чинить дроидов а что с от пипла могу делать ну давай не будем пока каких-то выводов делать надо его найти что-то сказал симптомы были этой штуки паранойя какие-то видения непонятно одна из групп песчаных людей было очень агрессивно последнее время может быть она как-то связаны с мастером эриза может быть мастер эрис находится за всем этим может быть стоит отправиться туда хорошо где я найду эти песчаных людей есть поселение маленьком дюнс в поселении в дюнах малькома оттуда стоит тебе начать я уверен ты там найдешь их так что с тобой так как у тебя здоровье вроде как хочет помочь и выйти из лечебницы встретить нас я так понял на том месте куда мы сейчас прибудем и тем самым помочь нам найти мастера эриза говорим что те же вроде врачи запретили ходить на ума и все такое уголь ночью врачи ничего не там не понимают своего города никогда не выходили не были в пустыне моя обязанность помочь так металла лакры те великолепная штучка будем ей тоже пользоваться она повышает скорость кастов на 20 процентов на 10 секунд очень классная штука если охота кого быстро быстро в сандалите обязательно нажимать так что нам тут потребуется что потребуется так давайте пока качаем эту белочку которая поможет нам река верить нашу форс который мы будем терять во время кастов и да мы едем в ту песчаную локацию большой общер локацию давайте наверное по туннелю проедемся пещере прикольная татуин конечно один из символов звездных войн как и планета ход татуин постоянно где-то до мелькает фильмах в играх и во всем остальном что связано со звездными войнами здорово так вот мы въехали в пещеру чуть на паре здесь манты не разрешены да ладно блин надо было по верху ехать хорошо что у нас есть руки boost за место болта при помощи к нему пройдем через эту пещерку так и есть отлично выбрались вот она тут тропы то есть эти караванчики то ходят следили вот она огромная огромная пустыня это вообще одна из локации которого мало заселена так там что-то дымится корабль упавший к давайте-ка найдем заедем посмотрим что там за кораблик то такой сет кроллеры в песке двигатели корабля развалившегося свалился на самом деле это зона ивента разработчики добавили ее сюда это зон ивенты которая периодически становится активно появляются разные миссии задания просто посмотрите пустыне вообще ничего там дальше нет просто дюмны можем по ним поездить на думаю захотите играть поездить так вот оно поселение республиканское давайте активируем все как положено и моя экспортиз так кстати недалеко ехать смерть в дюнах дэс индюс через куст называется так это а вот этот как раз сад пипл здесь враждебные сомнистом из не закрыться закрылись так а вот сюда надо заходить не обратил внимание что здесь произошло просто просто мясорубка какая-то холидей не смотри слушай док у нас тут блин куча раненых куча убитых эти лунатики сказали что они были другом твоего джеда у тебя должно быть наверное хорошее объяснение почему этот мастер эрис послал этих песчаных людей атаковать нас вы видели мастера эриса за тот же которого я ищу где он еще один джедай 4 все время сюда приводишь на послушаем уже потеряли очень много людей может быть тебе просто уйти отсюда и не будет никаких неприятностей а я друг я друг понял расскажи это джедай не наш враг да конечно мастер эрис пришел сюда несколько недель назад хотел встретиться с песчаными людьми изучить их с тех пор как мы направили его в их лагерь это начались эти атаки и у нас уже ничего больше не осталось я обещаю мастер эрис ответить за свои преступления вы должны сказать мне где находится этот лагерь да конечно мы отметим его на карте для тебя очень тяжело будет его пропустить если вы пойдешь в пещеру в пустыню ты точно нарушит более того там есть черный вход может быть тебе будет интересно зайти с этой стороны знаешь еще очень как странно было именно эти песчаные люди были быстрее сильнее обычно я знаю где это я надеюсь возьму немного шмоток и помогу тебе что ж спасибо блин до сих пор не верится что я работал с мастером эрисом и это тоже сам человек который вызвал столько столько неприятностей что верить не верится а поверить придется так возьмем к шмотку на терна у нас еще один левом так оденем терна что получше нас лечил апгрейд не малый волк так используем еще один стат сюда и прокачаем здесь форс армор новые все более ничего ну что ж и на этом спасибо как говорится так отправляемся на поиски мастера эриса уже непосредственно так если вы же атаковать не будете засранцы нам нужно ехать кстати тоже недалеко так все 27 а я уже 29 лова у кстати у нас 29 хилта хилта этика воспользуемся ей достаточно прилично повысит статы так отлично едем дальше так нужно будет ребят пожалуйста не согритесь а чёрт ладно может быть проскочим вот эти планшу не согрались тем может быть заявить ца так 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 все его это вы это вы это отлично въезжаем вылетаем я бы сказал так вот завалили этих придурков доту повесили отлично так пещерка небольшая времени много не займет так что вот так вот 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 так еще двоих нужно убить вот они как раз ставят так готовы ребятишки вот она рован джедай ну что ж вы станете свидетелями после недели работ наконец-то эти люди эти великолепные великолепные как сказать подопытные они станут настоящей надежды для всей галактики их сила их общество это схема нашего спасения они убивают невинных людей они монстры нет нет они простые они они обычные они простые когда не будет республики и империи они останутся их культура построена насилие слабые у них погибают остаются только сильные понимаешь это единственный способ джедаи защищают слабых понял да как мне тебя заставить понять они величайшие войны мы должны следовать их примеру и избавиться от всего что делает нас слабыми слушай я болен элис для меня тоже изгонишь да у меня не будет выбора мы должны усилить республику с лучшими сильнейшими членами но и сразу это поможет нам сражаться против тьмы это не твои мысли вы дураки если вы хотите противостоять не значит вы слабый значит вас изгонят надо с ними 7 сразиться сейчас я тебе покажу кто тут слабый придурок на постой подумай о своей судьбе нелегкой шмяк готов нет нет подожди перед тем как ты убьешь меня послушай я слышу голос лорда вивикара я чувствовал и подвел я подвел своего старого друга парканаса когда он умер я слышал почему все говорят о парканасе я не знаю я продолжаю думать о нашей первой миссии о нашей ужасной миссии на малакор 3 мы все были слабые и пали на темную сторону мы делали вещи которых сожалели но парканас был нашей силы мы пытались убежать я отстал и он вернулся и спас меня он оказался в ловушке и мы были вынуждены бросить его это была моя слабость которая убила его ты не можешь винить себя тяжело потерять друга конечно так ты должен продолжать жить я пытался и это цель этого проекта подумай орден джедаев потратил столько времени защищая безнадежных больных людей сражаясь с империей должен убить меня я был слабым на молокоре 3 и теперь я слаб но ты понимаешь понимаешь насколько важно моё на моя находка должен представить себя перед советом пообещай мне это я защищу тебя защищу обсудим это через секундочку что что это было ты он ушел каким-то образом ты избавился от лорда великого я больше не слышу его голос практически практически желаю чтобы ты не делала слушает этот джедай спас себе жизнь лорд вивикар перевернул разум я рад что избавился но я узнал ключ от этих песчаных людей как построить непобедимую армию я понимаю я должен принести все это и рассказать республике но мне кажется что я должен похоронить это с собой в песках до похоронен без информации вот меня сакрфайсов every good the republic stands for your right these records are no more ты прав этих записи больше не будет и никто не узнает об этом спасибо что направил меня к свету и спасибо что спас от лорда вивикара ну что ж ждать я рад что мастер перес вернулся в собственное состояние наверное вернусь в анчер хэд потому что что-то как-то это песчаная чума усиливается и мне будет не хватать этой дарт сестры я бороться спасибо что удачи с тем чем ты занимаешься я надеюсь ты найдешь этого лорда вивикара ну что ж возвращаемся на корабль давайте сразу протонем все космический космопорт знаете конечно на этой планете гораздо больше квестов гораздо больше вещей которые можно исследовать а планетарная цепочка квестов на татуине так вообще шикарно но друзья мы идем только по сюжетке как видите не исследованными у нас осталось практически вся планета и мы уже улетаем отсюда жаль жаль сюжетка джедай консуара здесь достаточно короткая мы не могли на этой планете задержаться дольше но ничего страшного впереди нас будет ждать кстати альдеран что тоже немаловажно альдеран мне кажется вам понравится классная планета не пустынная однозначно вы это наверное увидите все следующей серии так в эту часть следующей серии мы обязательно полетим на альдеран а сейчас давайте наверное закончим наше похождение на татуин используем холл терминал и пообщаемся это полагаю с мастером сию баканом который нас вечно направляет послушай что он нам скажет и расскажет сюда уже даже подхрипывать стал вот а наш defender так покидаем татуин улетаем мастер эрис вернулся он доложил совету отличная работа он говорит о своих нахождениях на татуине узнал ли ты что-нибудь больше о мастере чумы этом лордом векаре знаете нет только то что я уже знал он как-то контролирует конечно разум наших мастеров плохо плохо мы должны иначе найти это зверю кара может быть чума такая кофе закончится ладно торопись на альдеран хорошо я лечу отлично немедленно вот и все господа ах не хватило нам до следующего левела мы отправляемся на альдеран отправляемся на альдеран отправимся туда в следующей серии а пока что спасибо что смотрели с вами был сайбериан приятно играть я надеюсь вам приятно смотрите наблюдать подписывайтесь на канал и ставьте лайки увидимся в следующей серии прохождения сюжетки джедай консулара я с вами прощаюсь и до новых встреч друзья всем пока